Агнис, добрый вечер! Добрый вечер всем! Агнис, ну еще раз очень скажу тебе честно, приятно возвращаться к всем событиям лета прошлого года. Я думаю, что и ты их вспоминаешь не просто с улыбкой, а с особой теплотой, потому что это был, скажем так, финал всей кропотливой, очень большой работы, которую вы провели, наша славная команда под руководством Раймонда Фелдманиса. Можно сказать, что ты уже перевел дыхание после труднейшего сезона, и небось твоя семья тоже счастлива в этот момент? Семья очень счастлива, но еще надо немножко время, чтобы отдохнуть, потому что сейчас уже дома сижу где-то два недели, потому что заболел с ковидом, и, ну, немножко хочется погулять вокруг тоже, не все время, когда есть отдых, сидеть дома. Ну, получается, такая ситуация у тебя не очень завидная, потому что ты как бы в четырех стенах заперт, и не можешь двигаться, что для спортсмена, наверное, настоящее мучение. Ну, так и есть, но у меня жена тоже заболела, и малый тоже сидит дома. Ну, надо как-то его тоже на улицу где-то погулять, поводить, но нельзя же, потому что надо дома сидеть, и тогда все время надо какие-то изобретения делать, как-то малого дома, как-то искать, да, не знаю, это слово. Развлекать, развлекать. Да, 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 так, так есть. Агнис, можно ли сегодня тебя спрашивать о том, что, мол, не устал ли ты от всеобщего внимания, и вообще, тебе нравится быть популярным после того, что вы сделали в Токио в июле прошлого года, став олимпийскими чемпионами? Да, мне очень нравится. Как-то жалко, что вчера не был там на Ханзе с Пероней, с командой. Хотел что-то из души опять сказать нашим фанам, потому что они так много, и все время пишут, как дела, как и следующие, как голые для вас. Цели, цели, да. Все время, цели, да, и все время хочется как-то им сказать большое спасибо, потому что вчера тоже было, что все голосовали на нам, чтобы мы получили эти пять номинаций и призов. И хотелось бы сказать что-то из души, но оно как-то не получилось вчера. Ну, на самом деле, вчера было непривычно видеть вашу команду в усеченном составе, потому что был Эдгар Скруминч, Наурис Мезис и тренер вашей сборной Раймонд Фелдменис, а тебя, Агнис, и Карлис Ласмениса, который, кстати, был признан лучшим спортсменом Латвии, на церемонии по известным причинам не оказалось. Насколько я знаю, Карлис тоже заболел коронавирусом, сейчас находится в изоляции. Да, да, то же самое, как мне. В этом году вообще не были на улице обе, но жизнь такая, дома побудем больше. Агнис, ну, в прошедшем году, 2021, вы провели, наверное, десятки и десятки матчей, много что вспоминается. Признайся, тебе олимпийский финал хоть раз снился после этого или нет? Не снилось. Снилась эта церемония, и снилось, когда мы приехали дома, когда встретили фанов и когда встретила семью, это снился. Потому что баскетбол, ну, для нас это опять какой-то уровень игры, какой-то уровень стресса, но это был самый высший уровень, я знаю, но это баскетбол. Когда иногда тебе надо этого прожить, чтобы достать это до уровня адреналина, и тогда все прошло. А это вспоминание, как тебя другие люди видят, это тоже как-то в сердце и голове все время остается. А сама игра, ну, в этом году многие нам такие игры были, но баскетбол я уже играю сколько лет, мне больше нравятся эти эмоции, когда тебя встречают. Агнец, в твоей жизни, помимо баскетбола, хотя ты профессиональный спортсмен, есть семья, жена, маленький ребенок, есть бизнес. Скажи, пожалуйста, как тебе все-таки удается все совмещать? Я понимаю, что на всех стульях, наверное, усидеть невозможно, должны быть какие-то приоритеты, какие-то дела, которые ты можешь оставить на потом. Но все-таки, как тебе удалось в последние годы все это так гармонично совместить? Ну, мне один самый главный, как это сказать, ну, мне самая главная семья. Если семья не будет как-то добра поддерживать, да, тогда я не буду это делать. Семья меня поддерживает, мне очень повезло, что у меня тоже хорошая работа, которая поддерживает меня тоже и пускает меня на все игры, потому что мне как-то повезло с работой и с семьей, и так как-то гармонично иду вперед. И, ну, самое главное, надо все как по плану знать, что будет тебе следующее в неделе или следующее в месяц, и тогда ты можешь поставить какой-то для себя план, и тогда надо его только как-то... осуществлять, да, 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 и тогда все-все-все-все-все будет хорошо. Агнис, это не секрет? Ну, иногда, иногда, иногда хочется, чтобы один день не был только 24 часа. Хотелось бы немножко побольше. Ну, жизнь такая. Агнис, не секрет, что твой бизнес – это ресторан быстрого питания, насколько я знаю, да? Да, мы в декабре закрылись, потому что это ситуация, в которой есть электричество или газом, и все-все вокруг, все человек так и как-то не доверяет, как-то не идет на улице, где-то сидит на бабло, так можно сказать. Не хочет где-то... Ну, я тоже, я делал как-то паузу, посмотрим, как пройдет эта часть года. Да. Потому что зима, тепление надо, и все на газ, и на электричество идет. Очень-очень высокие выплаты. И паузу сделаем, посмотрим, и тогда опять, может быть, что-то начнем, и, может быть, не начнем, потому что... Тяжело сейчас, понятно, да. Бизнес, 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 бизнес для питания есть очень-очень трудные в эти времена. Ну, посмотрим, да. Время такие. Чему я тебя спрашивал, да, хотел спросить. Вот осенью прошлого года в меню твоего ресторана появились какие-то блюда с олимпийским названием или тематикой, или что-то посвященное вашей исторической победе в Токио. К этому был вопрос. А, ну, конечно, было. И мы всякие призы дали, наши олимпийские униформы, тоже наурису, мезусу, кепки всякие выигрывали. И тоже блюдо было, ну, назвали его «Бургер с чемпионами». Ну, людям очень вкусно было, понравилось, что как так. Да. Агнис, я неоднократно общался с твоим партнером по команде, Эдгаром Круменьшем, который мне не раз говорил, что все четыре года перед Токио это была не работа у вас, а настоящая каторга, потому что приходилось очень рано там в пять, полшестого вставать. Тренировки ранние, тренировки поздние, неудобное время и так далее. Так действительно происходило в таком режиме все? Ну, режим, знаешь, как другому нравится этот режим, другому не нравится. Я смотрю на Эдгарс, ему надо из Елгавы каждое утро ехать. Подумай, ему час надо раньше стать, чем другим. Ну, это делает как-то усталость где-то в этом… Когда четыре года шли, это было где-то после двух, он уже почему так рад в тренировке. Но у меня есть… Я утренний человек, мне нравится немножко пораньше встать, тогда делал какие-то уровни, и потом мне вообще классно. Я поехал там на Лейлербе с улицы работаю, и там работа мне. Мне очень хорошо. И потом дома приехал, и опять сына увидел. У меня нравился этот график, но я знаю, у других не нравится этот. Агнис, ты встречал людей, которые не то чтобы обижали вас, но, скажем так, говорили о том, что баскетбол 3х3 – это искусственный вид спорта, специально выдуманный, что это, мол, ничего в этом нет особенного. Были такие люди? Ты встречал, ты общался с ними? Ну, я всегда говорю, ты не можешь нравиться у всех. Будет человек, которому ты не нравишься, или спорт не нравится, бла-бла-бла. Главное, какую информацию ты хочешь слышать, или какую ты информацию как-то обрабатываешь к себе, и возьми его на будущее. Если есть где-то, которые говорят плохие слова, то иногда мне нужны такие слова, потому что я такую энергию как-то умею производить по пользе меня. Это дает мне как-то энергию стать лучше. А другим может быть такая басня, как сказать, не нравится, но это, я думаю, как человек его обрабатывает, и как его как-то превращает какую-то энергию. Это из каждого собой надо работать, чтобы такую энергию не пускать плохую к себе, и тогда все будет хорошо. Агнис, скажи, пожалуйста, когда у вас начинается новый сезон, и ждешь ли ты его с нетерпением, или хочется отдохнуть подольше? Я уже чувствую, что был Новый год, Рождество, и все-все-все. Я наелся, лицо большое остается. Остается, я хочу как-то подвигаться немножко уже, немножко хочет этот спорт обратно, но я тоже знаю, что дома много работы, и хочу что-то сделать дома тоже, чтобы, может быть, если я решу играть дальше, тогда весне не будет так много работы, когда я буду, сейчас буду сделать что-то. Но я думаю, что у нас есть еще три недели отдыха тренер дал. Я думаю, через два недели мы делаем большое собрание с командой, и будем решать, что будем делать, как выглядит этот наш путь дальше. Ну, главное есть видеть цель, потому что после Олимпийского золота знаем, что это самое-самое-самое высокое, что ты можешь делать. Если мы увидим цель вместе, тогда я думаю, что все будет хорошо, мы будем работать дальше. Если кто-то из команды не будет, не видит себя, эта цель, или не может как-то делать все на 100%, тогда будем смотреть, может быть, другие игроки надо. Но знаю 100%, что команда Рига будет. И в завершении, Агнис, еще один вопрос. Где ты будешь летом 2024 года? Ну, я думаю, если... Я думаю, я буду в Париже. Отлично, отлично. С семьей или... Или с семьей, или с Крумничцем, не знаю. Но я думаю, буду в Париже. Либо на трибунах, либо на площадке. Я так понял, да? Да-да-да, увидим, увидим. Агнис, большое спасибо, что нашел время сегодня вечером с нами пообщаться. Было очень приятно, признаюсь. Тем более, что мы вспоминали те самые яркие события прошлого года в Токио, когда наши команды, ты в том числе, завоевали золотые медали. Это было просто фантастика. Это было просто неповторимо. Хочется пожелать, чтобы и следующий олимпийский цикл прошел в том же ключе и так же само закончился в столице Франции, Париже. Агнис, всего доброго, успехов тебе. Большое спасибо. Давай, давай, пока. Спасибо большое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...